Насколько Европе нужно оставаться, ну, грубо говоря, в дураках? Ведь Порошенко одним говорит одно, другим другое, третье, третье, а дело четвертое. Вы сами говорили, что это очевидно. Неужели им приятно находиться в такой роде? Да, это печальная ситуация. И я уже говорил нашим коллегам в ходе встреч с европейскими министрами, да и украинским своим коллегам, говорил об этом и публично, что да, все понимают, что у Порошенко есть оппозиция достаточно серьезная, причем жестко радикальная, требующая воспевать Бандеру. Вот сейчас Дмитрий Ярош стал, как я понимаю, советником Верховного Главнокомандующего, то бишь Петра Алексеевича Порошенко. А это человек, который 1 марта еще 2014 года говорил, что русские никогда не будут говорить по-украински, никогда не будут уважать греко-католическую веру, никогда не будут славить Степана Бандеру. Говорил он это про Крым, поэтому русских в Крыму быть не должно. Вот он сейчас, во-первых, этот месседж такой, который был послан крымчанам, да и другим русскоязычным жителям Украины еще до того, как все началось с так называемым сепаратизмом. А во-вторых, он сейчас будет советовать Петру Алексеевичу. Вот, и нам говорят, вот Порошенко, у него оппозиция, он должен учитывать настроение Верховной Ради, партнеров по коалиции. Я считаю, что если Петр Алексеевич Порошенко является президентом мира, каковым он себя называет, и если он действительно искренне вел переговоры над Минским документом, то он должен отстаивать свою правоту. Именно через свою правоту он должен нейтрализовывать тех, кто хочет опять вернуть Украину в войну, в гражданскую. А он пытается пока вот этих радикалов перещеголять на их же поле. И тогда можно залезть на забор, откуда спуститься очень тяжело будет.